МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что нужно сделать, чтобы меня, например, тоже наградили? Да просто будьте мамой хорошей. Не знаю, что нужно сделать. Этого мало. В моем случае нужно было, видимо, родить тройню. Все остальные, кто сегодня будет получать награды из рук мэра, не знаю, что сделали. Вы родили тройню, Татьяна. Сколько им уже? Сейчас им 5,5 месяцев. Скоро будет 6. И все девчонки? И все девчонки, да. Как вы справляетесь? Вот сегодня вы красивая, уложена. Но я же могу предположить, что это далеко. Это сложно вот так вот выглядеть. Ну, это непросто. Не скажу, что это сложно. Но труд любой мамы, ну, это такой же труд, как там с тремя детьми, с двумя детьми, с одним ребенком. Вопрос в том, как мама распределяет время. Если мама научилась распределять время, то у нее четкий график с детьми, с их кормлением, с сном. И немножко там еще время на себя. Поэтому не нужно оставлять это время на себя кому-то другому. Оставьте его себе. А когда оно, это время на себя, при троих-то, еще в пятимесячном возрасте, они же наверняка просыпаются у вас? С какой периодичностью? Вот у них сейчас сон, сколько там? Каждый полтора... По два часа. По два часа. По полтора-два часа они спят. Они как будто бы понимают. Потом они бодрствуют. Сколько они бодрствуют? Ну, тоже полтора-два часа. Но при этом они же не всегда одновременно это делают. Мы же это понимаем. Я вот об этом не подумала, кстати. Да, вам виднее. Поэтому ночь – это такое тоже прекрасное время, когда они решают просыпаться, но по очереди, к сожалению. Тут у них нет синхронности. Но иногда есть. У вас можно брать вот эти вот какие-то советы, понимаете? Как вот оно? Находить это свободное время. Вот одна закричала, может быть, всех тоже сразу разбудить? Знаете, чтобы одновременно все пободрствовали, а остальных потом одновременно... Тут не факт, что ты их заново уложишь так же быстро. Потому что нужно же еще их каждую уложить. Поэтому в этом случае проще по одному. Как вы вот укладываете всех сразу? Например, у вас есть какая-то... Может быть, вы своими руками что-то вот шваброй там как-то давите куда-то и неслабрите? Ну, тут есть, конечно, приспособление к счастью. Высокие технологии, либо это вы вручную заправите? Нет, конечно, это не высокие технологии. Во-первых, у меня есть моя мама, которой тоже нужно поздравлять с ним матери. Потому что, конечно, это такая весомая помощь. У нас же нету дня бабушки, да? Честно говоря, не знаю, но мне кажется, что есть. Нет, ну, укладываешь... Один у тебя на руках, детеныш. Второй, там есть качалка такая. В это время ногой можно качать ее. Сам на кресле качалки, например, на взрослой ты сидишь с детенышем. Ногой кресло-качалку детскую. И третья, например, автоматическая электронная качалочка такая. Вот, да. И все. И тогда все при делах и все успокаиваются. Я предлагаю сейчас воспользоваться случаем и поздравить вашу бабушку, как ее зовут, вашу маму, которая вам помогает. Нашу маму, бабушку зовут Елена Юрьевна. Поэтому поздравляем, конечно, и я, и внучки, и, значит, мне кажется, весь Хабаровск может поздравить мою маму с Днем Матери. Вы знаете, что в этом году, в 21-м, у вас таких женщин, у которых появилась тройня, всего две на весь Хабаровск? Конечно, на весь Хабаровский край, я бы даже сказала. А, вот так вот. Вы знаете больше, скажем так, ну, видите издалека, да? Я посмотрела статистику, потому что, когда я увидела, что у меня тройня, думаю, так, что там по статистике? По статистике где-то одна-две тройни в год. Вот интересно, что же вам сегодня подарит мэр? Вот, допустим, мы знаем то, что был приятный многомиллионный сюрприз от губернатора в виде сертификата на квартиру. Да, сертификат на приобретение жилья. Называть сумму можно? А, да, ну, там понятная сумма, она стандартная, 7 миллионов рублей приобретения жилья. Ну, то есть, ну, нужно понимать, что мне не выдали чемодан денег и сказали, трать их на что хочешь. Нет. Это, ну, примерно как, ну, там, в системах материнских капиталов. Тебе выдали сертификат, и ты должен на него приобрести жилье. Ну, целевое назначение и только. Да, и только, конечно, да. Поэтому, что касается мэра, то в городе предусмотрена другая, как раз-таки целевое назначение. Выплата 500 тысяч рублей, сертификат. Но ты вот можешь тратить уже, там, на что, что твоей душеньке угодно. Ну, на детей, там, на квартиру, там, так далее. Здорово, это будут прям деньги. Это уже были деньги. Ну, то есть, мне сейчас красивый сертификат выдадут, да, но по факту, ну, это мера поддержки спустя 3 месяца от рождения детей. Подаешь заявление, они его рассматривают, потом перечисляют. Ну, собственно, я все вложила в квартиру, поэтому... А, тоже туда же? Ну, конечно. Все в одно направление? А вот скажите, на вас выходят, таких, как бы, прослеживают, или вам необходимо было заявить о себе куда-то что-то подавать, говорить, вот там... Что касается вот этой выплаты? И той, и другой. Ну, то мне дали сразу же в роддоме, поэтому там не надо было никуда ходить, ничего оформлять дополнительного. Что касается этой выплаты, ну, надо было ножками сходить в Центр социальной поддержки населения, ну, там, от руки написали заявление. Большой пакет документов или только заявление? Да, он примерно один, нет, но он дополнительно, там, конечно, требуются еще какие-то там бумаги, документы, но там ничего сложного, по большому счету. Татьяна, я могу предположить, что есть такой немой вопрос, он, возможно, деликатный, если вы не захотите на него отвечать, но, может быть, вы знаете, элементарно, не захотите, возможно, вы не знаете. Это естественные, скажем, да, так, роды, беременность? Ну, если вы хотите спросить, ЭКО это или естественные роды? Я не у вас хочу спросить, например. А вот если это по программе ЭКО, рождена была тройня, им тоже положено такое? Ну, я не могу сказать, но я думаю, что да. Меня сегодня некоторые девушки в редакции спросили, а если это вообще суррогатная мама выносила, тоже мне дадут? Тут, видимо, уже прослеживается некая корысть, и многие задумались. Ну, во-первых, они могут сильно пролететь с этим, потому что тройня случается достаточно редко. И, там, если смотреть, там, ЭКО или, там, естественный способ зачатия, то 1% естественных на все остальные ЭКОшные. Ну, то есть у нас редкая редкость, но при этом, я думаю, что дают такой сертификат всем. Знаете ли вы случаи, допустим, не этого года, мы уже выяснили, да, что у вас таких всего две девушек. А когда еще случалось, что четверо, может быть, сразу одновременно появилось? Ну, четверняшек, мне кажется, что не было. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, тройняшки были только в Хабаровском крае. Я знаю, что в Приморье есть одна семья пятерняшки там, и все. Наверное, ее каждый год поздравляют. Не знаю. Она заслуживает точно. Да, впереди еще у нее переходный возраст у детей. Ну, там такие уже повзрослее, конечно, чем мои дети, но там, не помню, мне кажется, к пяти где-то. Татьяна, и у вас все девчонки, они похожи друг на друга? Ну, две близняшки, они, естественно, похожи друг на друга. Две близняшки? Они прям близняшки. Близняшки. И одна. И одна. И одна. Она не похожа с ними. Татьяна, давайте еще раз мы дадим небольшой совет. Есть такие мамочки, которые, знаете, с одним отчаиваются, и сложные детки бывают. Небольшой какой-то совет. Я даже могу предположить, какой вы сейчас дадите. Да, слушайте, ну, когда у мамы один детеныш, у нее слишком много свободного времени. Если они говорят, что все. Есть время на депрессию. Да, да, есть время. Вот это вот, я не справляюсь, мне очень сложно. Вранье. Просто. Она не может хорошо распределять время. Либо, ну, пусть они все равно какую-то там часть времени оставляют себе. Пусть это будет хобби, пусть она просто будет сидеть в тишине. Пусть она принимает ванну, пусть она читает любимую книгу. Но пусть это время будет только ее. Надо уметь хотя бы на час где-нибудь кому-то делегировать. Ничего страшного за этот час не случится. Тем более, если это будешь в этой же квартире. С своим ребенком, с детьми. Ну, пусть это делает бабушка, папа, дядя, тетя. Неважно, няня пусть это будет. Но этот час она должна посвятить себе. Эгоизм. Нужно немножечко оставлять все-таки себе женского эгоизма. Татьяна, я вас еще раз поздравляю. Спасибо. Вы прекрасно выглядите при том, при всем. И желаю вашим девчонкам, ну, чтобы у них такой был покладистый характер, все-таки маму они должны пощадить. Все, всем до свидания. Всех женщин, у кого есть дети, поздравляю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова